Сиамские близнецы – это однояйцевые близнецы, которые не полностью разделились в эмбриональном периоде развития и имеют общие части тела или внутренние органы. Вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно один случай на 200 тысяч родов. Примерно 70% сиамских близнецов имеют женский пол. Самыми известными сиамскими близнецами были Чанг и Энг. Они родились в 1811 году в Сиаме, это Таиланд. Они родились срошимися в области грудной клетки, и медицинские технологии XIX века не могли разделить их. А при современном уровне развития медицины разделить их смогли бы легко. В 17 лет они приняли предложение от британского бизнесмена Хантера выступать в его цирке и гастролировать по всему миру. Владельцы решили показывать их как сиамских близнецов, потому что они из Сиама, и именно так этот термин стал их брендом. На выступлениях зрители часто просили их снять одежду, чтобы убедиться, что нет обмана. Чанг и Энг получали хорошую зарплату за свои выступления. После окончания контракта с Хантером они в 1839 году переехали в США в Северную Каролину и подписали контракт с цирком Барнума. В США они купили ферму и рабов и приняли фамилию Банкер. Чанг и Энг бросили вызов стандартам времени двумя способами. Во-первых, им удалось получить американское гражданство, обычно предназначенное для свободных белых мужчин. Во-вторых, они женились на двух белых сестрах в нарушении южных законов о борьбе с месторождением. 13 апреля 1843 года они женились на сестрах Аделаиди Эйц и Сари Эйц. У Чанга было 10 детей, у Энга 11. Они построили два дома по соседству и по несколько дней жили то с одной женой, то с другой. В 1874 году Чанг заболел пневмонией и умер в возрасте 62 лет. Энг умер через несколько часов, хотя до этого был абсолютно здоров. Милли и Кристин Маккой появились на свет в многодетной семье 11 июля 1851 года в Северной Каролине. Отец и мать девочек были рабами. Они родились срушимися в нижней части спины и стояли под углом примерно 90 градусов друг к другу. Публики были известны как каролинские близнецы, двухголовый соловей и восьмое чудо света. Близнецы были впервые проданы в возрасте 10 месяцев, а через 14 месяцев после первоначальной продажи они были вновь проданы шоумену Брауэру, который пользовался поддержкой богатого торговца Смита. С шести или с семи лет Смит и его жена заботились о близнецах. Они дали им образование, научили их говорить на пяти языках, танцевать, играть на музыкальных инструментах и петь. До конца 19 века близнецы наслаждались успешной карьерой как двухголовый соловей и выступали в цирке Барнума, где Милли пела альт, а Кристин пела сопрано. В детстве они были неуклюжими и довольно часто падали. В конце концов они разработали боковую походку, которая превратилась в приятный для публики танцевальный стиль. Сестры много гастролировали, но в возрасте 58 лет двухголовый соловей почувствовал усталость и концерты прекратились. За долгую жизнь Милли и Кристин заработали для себя 250 тысяч долларов. На родине в Северной Каролине они построили дом и стали жить там, встречая старость. Но спокойно и тихо пожить не получилось. У Милли обнаружился туберкулез, женщинам пришлось жить в клиниках, лечиться, но недуг побороть не удалось. 8 сентября 1912 года Милли умерла в возрасте 61 года. Кристин же была абсолютно здоровой. Она скончалась спустя 17 часов из-за трупной интоксикации. Жозефина Миртел Корбин родилась 12 мая 1868 года в Теннессе, США. Девочка появилась на свет с удвоенным тазом и четырьмя ногами. Медицинское исследование показало, что две правые ноги принадлежали нижней части сиамского близнеца, который мог бы стать сестрой Миртел. Такая аномалия случается из-за поглощения одного зародыша другим. При рождении вторая пара ножек у Миртел была такой же длины объема, как и первая. Но чем старше становилась девочка, тем медленнее росли внутренние ножки, а к 7 годам они перестали расти и были худыми. Тем не менее, Миртел даже могла ими двигать. После рождения необычной дочери родители Миртел пригласили хорошего врача, чтобы он тщательно осмотрел ребенка и посоветовал им, что можно сделать. Врач приехал и обратил внимание на то, что родители были подозрительно похожи друг на друга. У обоих были одинакового оттенка рыжие волосы, голубые глаза и светлая кожа. Врач сделал смелый вывод, что, возможно, мутация ребенка была связана с очень близкородственным браком. Предприимчивый папа начал показывать свою необычную дочку любопытным соседям за деньги. Желающих посмотреть на девочку с четырьмя ногами было немало, и родителям удалось немного разбогатеть такими представлениями. Когда Миртел исполнилось 13 лет и слухи о необычной девочке с четырьмя ногами дошли до руководителя цирка уродов, то он предложил ей выступать у него, и та сразу согласилась. В таких шоу участвовали люди с разнообразными врожденными мутациями. Люди-скелеты, толстяки, сямские близнецы или люди-волки. Внешне она была очень миловидной девочкой, поэтому ее вторая пара ног, которую одевали специально шитые панталоны и ботиночки, производила на людей одновременно и шокирующее и притягивающее впечатление. Симпатичная Миртел притягивала к себе взоры мужчин. Несмотря на аномалию, в 19 лет она вышла замуж и супругом у них было четверо детей. Согласно записям из медицинской карты, женщина вынашивала их как в левой, так и в правой матке. Все ее дети оказались здоровыми. Жозефина умерла в 60 лет. После известия о ее смерти сразу несколько врачей предложили членам семьи деньги за тело покойной. Родственникам пришлось залить гроб цементом, чтобы не дать грабителям украсть тело Жозефины.